Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, советуем подписаться, поскольку на нашем канале вы можете найти большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Кстати, Первый Видео Авторынок теперь есть и на Рутюб тоже. Ссылочка будет в описании, так что переходите и подписывайтесь на всякий, как говорится, случай. Герой нашего сегодняшнего обзора это представитель семейства минивэнов. Этот автомобиль и ему подобные вы, конечно, будете рассматривать к покупке, если у вас большая семья и присутствует реальная необходимость приобретения автомобиля с тремя рядами сидений. Но если в сегменте подобных автомобилей с левым расположением руля выбор достаточно ограничен, то вот среди праворульных вариантов выбирать есть из чего. В этом ролике мы попробуем разобраться, что же еще интересного способен предложить вам автомобиль Toyota Isis или Isis, как его еще могут называть. Помимо репутации бренда Toyota. Своё начало Toyota Isis, как модель, берет в далеком уже 2004 году. Эта машина была призвана заменить в модельном ряду Toyota весьма популярные, в том числе и в сибирском регионе, Toyota Gaia и Toyota Ipsum. Полноразмерный семиместный автомобиль продолжал выпускаться аж до 2017 года. Эта машина настоящий конвейерный долгожитель. При этом за весь свой срок жизни модель прошла через два рестайлинга. Первый случился в 2007, а второй раз машину существенно обновили в 2009 году. Что касается линейки агрегатов, то на протяжении всего периода выпуска этой машины двигатели здесь были только бензиновые. И всегда в двух вариантах объема. 1,8 либо 2 литра. Но сами моторы на дорестайлинговых и автомобилях в последнем рестайлинге различались. На Изисах с 2009 года стояла уже совершенно новая моторная линейка. Мощность двигателей в разное время могла варьироваться от 130 лошадиных сил до 144 лошадиных сил на моторах 1,8 в зависимости от модели двигателя и его версии касаемо периода выпуска. А также от 155 до 158 лошадей, если речь идет про двухлитровые агрегаты. На дорестайлинговых автомобилях моторы 1,8 агрегатировались с полноценными автоматическими коробками передач. Но после 2009 года на все Изисы устанавливали только вариаторные трансмиссии. Также этот автомобиль вы могли купить как в версии с передним, так и в версии с полным приводом. Ну а количество комплектаций, в которых выпускалась эта машина, по японской традиции можно распечатать и развернуть в достаточно большой длины рулон. Их здесь было очень и очень много. Наш сегодняшний экземпляр 2010 года выпуска. Под капотом 1,8 на 144 лошадиные силы, вариаторная коробка передач и передний привод. Уже при первом взгляде со стороны становится видно, что Toyota Isis это весьма немаленький автомобиль. Длина кузова составляет 4 метра 63 сантиметра. Ширина почти метр семьдесят. Не хватает буквально пяти миллиметров. Ну а высота метр шестьдесят семь. Стандартная высота дорожного просвета для этого автомобиля находится в районе 16 сантиметров под самой низкой точкой, что также весьма неплохо по меркам легковых автомобилей. Одной из ключевых особенностей кузова Toyota Isis, который очень мало кто из конкурентов реально предлагает, это отсутствующая центральная стойка кузова по левой стороне. Справа все смотрится более привычно. Кстати, практическая часть в этом тоже есть. Ввиду отсутствия мешающей средней стойки, длина проема, которую реально используют для погрузки, превышает полтора метра. Так что длинномерный груз можно погрузить в автомобиль не только через багажник. Кстати, размеры проема багажника также весьма солидные. Высота 90 сантиметров, а ширина проема в самом широком месте порядка 105 сантиметров. В продолжение темы багажника, при поднятом третьем ряде длина полезного пространства составляет скромные 40 сантиметров, которые можно слегка увеличить за счет регулировки наклона спинки третьего ряда. В случае, если третий ряд не нужен, его можно легко спрятать в подполье. Высота багажника при этом уменьшится на 19 сантиметров, то есть на высоту сложенных кресел. Но длина багажника при этом возрастет до 1 метра 10 сантиметров, и это при максимально отодвинутых назад сидениях второго ряда. Если и этого вам покажется мало, и груз действительно длинномерный, вы можете также сложить помимо задних сидений еще и переднее пассажирское кресло, получив общую погрузочную длину порядка 2 метров 77 сантиметров, что очень и очень много. Что касается пространства в салоне, то и здесь Toyota Isis в целом на высоте. При моем росте 1 метра 86 сантиметров мне удалось достаточно быстро и легко подобрать оптимальное положение за рулем этого автомобиля. Запас пространства над головой, конечно, при этом немножко меньше, чем, к примеру, в Honda Freed, по ощущениям, чисто субъективно. Но зато есть ощущение некой надежности интерьера. В немалой степени на это работают и широкие передние стойки. К сожалению, даже наличие маленьких окошек не делает обзорность этого автомобиля, скажем так, пятибальной, по пятибальной шкале. Все же при поворотах направо и налево через оживленные пешеходные переходы желательно быть крайне осмотрительным. Что касается эргономики, то в целом в этом автомобиле по части клавиш управления все находится там, где оно и должно быть под рукой. И каких-либо проблем, а также непривычных клавиш и обозначений для большинства людей, которые так или иначе в своей жизни ездили хоть раз на автомобилях марки Toyota, здесь не будет. Не совсем понятно, почему компания Toyota слегка сэкономила, не поставив подобного рода подлокотник для пассажира, которому в дальней дороге явно может быть некуда деть правый локоть. Но факт остается фактом. Подлокотник здесь один, правда, достаточно удобный. Ну а в том, что касается различных мест для хранения, компания Toyota предлагает нам воспользоваться двумя перчаточными ящиками. Достаточно неплохого объема. Здесь есть отсек для мелочей и довольно интересный подстаканник, он же держатель для бутылок. Так что в дальней дороге проблем, что куда пристроить, возникать не будет. Что мы видим на втором ряду Toyota Isis? Пространства здесь не сказать, что особо много, но при этом стеснение тоже не чувствуется. В случае посадки сам за собой, расстояние от коленей до спинки переднего кресла достаточно минимальное, что-то около сантиметров трех, но оно есть. Конечно, для дальней поездки хотелось бы иметь возможность отодвинуться подальше, но в принципе и так пойдет. Тем более, что спинка заднего сидения здесь имеет регулировку по углу наклона. А если вам повезло и вы едете в качестве заднего левого пассажира, то пространство для ног вы можете достаточно легко увеличить. Особенно, если вам показалось, что передний пассажир сидит слишком вольготно. Единственное, чего, пожалуй, может захотеться пожелать пассажирам второго ряда Toyota Isis, это все же подлокотников. Ни под левую, ни под правую руку они здесь не предусмотрены. Дверная карта ровно в месте нахождения вашего локтя, полностью плоская, вполне возможно, ради увеличения полезного пространства по ширине. Задний диван, кстати, здесь регулируется по длине, но эта регулировка уже никоим образом не сработает в моем случае на увеличение полезного пространства. Я могу его в данном случае только сократить. А вот у пассажиров третьего ряда, который в обычном положении хранится под полом в багажнике, подлокотники под правую руку присутствуют. Правда, нужды в левом здесь нет. Два взрослых человека сядут настолько в притирку друг к другу, что никакой подлокотник им банально не понадобится. Что касается пространства для ног задних пассажиров, то сейчас проверим, сколько его здесь останется. Пространства для ног рослым пассажирам третьего ряда будет, конечно, достаточно мало. Единственным утешением служит возможность спрятать ступни под сидение второго ряда. Так что для взрослых людей третий ряд в данном случае это скорее временная мера. А вот детям на третьем ряду может быть вполне комфортно. Ну а теперь буквально пара замечаний про кузов автомобиля. В том, что касается толщины лакокрасочного покрытия, Toyota Isis это типичный японский автомобиль с толщиной окраса от 90 до 130-140 микрон. Поскольку толщина лакокрасочного покрытия здесь стандартная, то ждать какой-то сверхпрочности от него довольно опрометчиво. Лакокраска на Toyota Isis, так же как и на любом другом автомобиле, покрывается сколами, царапками и прочими отметинами, тем интенсивнее, чем интенсивнее эксплуатируется сам автомобиль. А вот по части коррозии все может быть слишком индивидуально. Во всяком случае на большинстве подобных автомобилей явных следов коррозионного поражения внешних панелей кузова нам видеть не доводилось. Однако при осмотре подобного автомобиля, особенно в полноприводном варианте, обязательно посмотрите машину снизу, на подъемнике. Поскольку при наличии хорошего внешнего вида основные следы коррозии могут располагаться именно там. Поскольку автомобили с полным приводом больше в ходу на северных территориях Японии, где в зимнее время используются в том числе и реагенты. В остальном все стандартно. Дно, низы дверей, арки и пороги. А вот к явным характерным именно для Toyota Isis местам появления коррозии следует отнести заднюю левую арку. Вернее пространство под ней, прикрытое своего рода пластиковой накладкой. Подкрылком это назвать сложно, скорее именно накладка. Под ней собирается пыль и со временем превращается в мокрую преющую грязь. Но самое неприятное, что именно за этой пластиковой защитой проходят трубки топливопровода. Соответственно, на автомобилях, где владелец практически не следил за чистотой пространства под данным защитным экраном, вполне могут быть прогнившие до дыр трубки топливоподачи. Поэтому при осмотре подобного автомобиля, если вы чувствуете явный запах бензина в этом районе, обязательно снимите колесо, по возможности, конечно, демонтируйте экран и посмотрите, что там еще осталось от данных трубок. Ну а теперь поговорим про линейку моторов Toyota Isis. На автомобилях до рестайлинга самых первых серий, младшим мотором объемом 1,8 литра и мощностью 132 лошадиные силы, был назначен двигатель с индексом 1ZZFE. Этот мотор ставился просто в огромное количество моделей Toyota. Он крайне распространен на вторичном рынке, в том числе и в виде контрактных запасных частей, и представляет собой конструктивно алюминиевую рядную четверку с чугунными гильзами. Головка блока цилиндров здесь имеет два распредвала, 16 клапанов и фазовращатель системы VTi на впуске. Гидрокомпенсаторов на 1ZZ нет, и регулировка зазоров выполняется подбором толкателей раз в 100 тысяч километров. Это по регламенту, а на практике вполне возможно, что и на большем пробеге. В приводе ГРМ на 1ZZ используется однорядная роликовая цепь, ресурс которой до замены, опять же, в среднем по больнице порядка 150 тысяч километров. Кто-то может проехать и несколько побольше данного рубежа. С точки зрения потребительских качеств 1ZZFE этот двигатель весьма неплохой, хотя бы в плане экономичности, ведь даже с автоматической классической гидромеханической коробкой передач этот мотор мог укладываться в городском цикле в цифры расхода порядка 10-11 литров на 100 километров пробега. Однако дебют этой силовой установки слишком удачным назвать было сложно. На первых партиях этих двигателей владельцы отмечали наличие довольно серьезного расхода масла на угар на пробегах уже до 50-60 тысяч километров. Начиная с 2006 года Toyota внесла изменения в конструкцию данного силового агрегата и проблему масложора изрядно подлечили. Собственно говоря, проблема заключалась в не очень удачных маслосъемных кольцах и двигатели, выпущенные после этого срока, получили модернизированную поршневую. Так что, если вы смотрите Toyota Isis 2004-2005 года, не лишним будет проверить подобный автомобиль как раз-таки на предмет дымности при работе, то есть хотя бы банально прогазовать двигатель, ну а также уточнить, вполне возможно, что силовая установка на подобных автомобилях уже могла быть заменена предыдущим владельцам. В этом случае нужно будет убедиться лишь в полностью читаемом номере контрактного двигателя. При эксплуатации подобного двигателя интервал замены масла лучше подсократить с 10, скажем, до 7-8 тысяч. Использовать масла хорошего качества и следить за температурой. Данные установки очень не любят перегрева, конечным результатом которого может оказаться все тот же масложор. В остальном же можно отметить разве что плавающие обороты холостого хода, в коях чаще прочего бывает повинна грязная дроссельная заслонка. Ресурс двигателя 1ZZ-FE, если достаточно щепетильно подходить к эксплуатации подобного автомобиля, может перевалить за 200 тысяч километров пробега. Двухлитровый агрегат на дорестайлинговых айсисах это 1AZ-FSE. Двигатель выдает 155 лошадиных сил и 200 ньютон метров крутящего момента. Это рядная четверка, также алюминиевая с чугунными гильзами, двухвальной головой и все тем же фазовращателем ВВТА на впуске. Данная силовая установка хорошо знакома многим по европейским авенсисам. Аббревиатура FSE в данном случае подразумевает прямой впрыск топлива, который Toyota обозначала литерой D4. На данных двигателях применяются ТНВД и, соответственно, специальные форсунки, что обуславливает его определенную капризность в плане качества топлива. Прямо впрысковая версия данного агрегата получила свою модернизированную поршневую группу и также прошла через модернизацию на рубеже 2004-2005 годов, в частности променяв датчик абсолютного давления в выпускном коллекторе на датчик массового расхода воздуха. ГРМ все так же цепной, однорядная роликовая цепь, все с тем же ресурсом, что-то около 150 тысяч километров, ну или чуть поболее. И все так же нет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировка зазоров клапанов также предписывается регламентом раз в 100 тысяч. Что касается масложора, то 1АЗ-ФСЕ в данном случае выглядит вроде предпочтительнее, чем его младший 1,8-литровый собрат 1ЗЗ. Но если вы смотрите подобный автомобиль с пробегом уже за 200 тысяч, все так же не помешает проверить агрегат на предмет дымности. При эксплуатации подобной силовой установки также нужно следить за температурой, в частности контролировать, чтобы в исправном рабочем состоянии у вас была помпа, которая на 1АЗ-ФСЕ в некоторых случаях большим ресурсом похвастаться не могла. Но при должном уходе и 2-литровый прямовпрысковый мотор будет способен прослужить порядка 350 тысяч километров. Что касается версии в рестайлинге, после 2009 года, то под капотом этих автомобилей, старых моторов, вы уже не обнаружите. Здесь была силовая установка серии ЗР, независимо от объема. Если говорить про мотор 1.8, то это 2 ЗР, ФАЕ. Если мотор будет 2-литровым, то, соответственно, 3 ЗР, ФАЕ. Конструктивно эти двигатели идентичны. В зависимости от периода выпуска автомобиля, а также от того, была машина полноприводная, либо переднеприводная, мощность данных агрегатов могла слегка варьироваться. Для моторов 1.8 130 либо 133 лошадиные силы на выдовых версиях и 143 либо 144 для версии с передним приводом. Ну а 2-литровые двигатели могли быть в версиях 152 либо 158 лошадей. Опять же, все зависит от периода, когда был выпущен тот или иной Айсис. Четырехцилиндровая алюминиевая четверка 2 ЗР – это мотор новой серии. И несмотря на то, что бытует мнение об одноразовости данного двигателя, в целом эта силовая установка весьма неплоха. Она отличается как хорошим ресурсом, так и топливной экономичностью. Конструктивно принципиальных изменений по сравнению с предыдущими двигателями на этих моторах нет. Разве что никакого прямого впрыска на них уже не ставили. Впрыск топлива обычно распределенный. Та же роликовая цепь механизмы ГРМ выхаживает за 150 тысяч километров пробега. Но фазовращатели теперь стоят на обоих распредвалах. Помимо этого серия ЗТР обзавелась так называемым механизмом Valvematic. То есть система изменения высоты подъема клапанов. И подобно тому, как это происходит на прочих автомобилях с подобными двигателями, например, три ЗТР-ФАЕ вы можете найти на Тойоте RAV4 после 2010 года, который агрегатировался там с вариаторной трансмиссией. По этим автомобилям при их осмотре и диагностике нужно обращать внимание на отсутствие ошибок по самой системе Valvematic. Поскольку повинен в этом может быть в том числе и электронный блок управления. Так, восстановление которого, если оно будет возможно, может обойтись достаточно недешево. Конечно, выявить отказавшую систему Valvematic будет достаточно несложно, поскольку в этом случае панель Изиса будет светиться гирлянда сигнальных ламп. А сам двигатель будет работать с перебоями и не выдавать, конечно же, при этом полную мощность. В части масложора ЗТР-серия в целом довольно-таки неплоха и благополучна. Ресурс данной силовой установки при условии должного за ней ухода способен превысить 250 тысяч километров пробега. Рекомендация следить за рабочей температурой и за исправностью системы охлаждения, а в особенности за помпой, все так же актуальна, как и для двигателей старых серий. Семейный статус автомобиля Toyota Isis подчеркивает и такая мелочь, как наличие в салоне панорамного зеркала заднего вида, для того, чтобы иметь возможность контролировать происходящее на втором и третьем ряду. Данную опцию особенно оценят те, у кого есть маленькие дети. Ну а теперь поговорим про коробки передач. Если обобщить все модификации до принципиальных различий, то на этих машинах могло стоять два вида трансмиссии, и оба не предполагали наличие третьей педали. На дорестайлинговых машинах с мотором 1.8 могла устанавливаться классическая гидромеханическая трансмиссия. Это коробка производства фирмы Asin с индексом А341Е или F, в зависимости от того, для переднего, либо для полного привода эта коробка была предназначена. Данный автомат достаточно старой конструкции, в нем всего 4 ступени, но тем не менее, даже с такой коробкой Toyota Isis демонстрирует весьма неплохую динамику, причем достаточную как для езды в городе, так и на трассе, в сочетании с неплохой топливной экономичностью. Что касается ресурса, то до появления первых признаков необходимости ремонта по механической части, эта трансмиссия способна выходить около 300 тысяч километров. А также могут возникнуть вопросы по соленоидам в гидроблоке, который управляет работой трансмиссии. В частности, чаще прочего, обращает на себя внимание соленоид линейного давления. Ресурс автоматической коробки в данном случае очень сильно зависит от стиля вождения человека, эксплуатирующего данный минивэн. Если человек за рулем Isis управляет автомобилем так, как это предполагается делать в случае с семейным минивэном, то есть ездит если и быстро, то во всяком случае плавно и не слишком фанатеет по светофорному драгрейсингу, то данная трансмиссия как раз таки и отработает за 300 тысяч километров пробега. Правда, менять в ней масло все же нужно хотя бы раз в 60-70 тысяч километров, причем желательно с фильтром, который, кстати, сама Toyota в данном случае почему-то считает несменным и предназначенным на весь срок службы автомобиля. Но это, конечно же, не так. Помимо грязного масла, эта коробка не любит также и перегрева. Вторым вариантом трансмиссии для Toyota Isis были вариаторы. Их здесь устанавливалось несколько разновидностей, но все они относятся к так называемой K-серии. В целом вариатор на Toyota Isis это весьма неплохая трансмиссия и можно даже сказать, что весьма живучая. При условии регулярной смены масла эта коробка будет способна отработать за 250 тысяч километров пробега. Не любят эти трансмиссии перегрева и, конечно же, не любят они грязного масла, поскольку продукты износа, циркулирующие по системе, в случае если затягивать с интервалами замены, вполне могут привести к падению давления в самой коробке и, как следствие, уже подтянут выход из строя таких компонентов, как конусы, ремни и ТД. Так что при эксплуатации подобного автомобиля, особенно в тяжелых режимах, масло в коробке придется менять почаще, чем в обычном автомате. Но и топливная экономичность вас также порадует, поэтому 60-литрового топливного бака данного автомобиля вам будет хватать практически в любой ситуации. Что касается подвески Toyota Isis, то по большому счету здесь все в порядке. Ресурс компонентов весьма солидный. Передняя подвеска представляет собой Макферсон. И самыми первыми в ее составе вполне могут отправиться на замену стойки и втулки переднего стабилизатора. Правда, происходит это на данных автомобилях к пробегам уже под 90 тысяч километров, что следует признать весьма немаленьким рубежом. То же самое касается шаровых опор и сайленблоков рычагов. Шаровые опоры способны отработать порядка 150 тысяч километров, если говорить про оригинал. Сайленблоки передних рычагов порядка 120, причем имеются в виду задние сайленблоки. Передним, как правило, ничего здесь не делается. При этом имейте в виду, что поменять отдельно эти части вы не сможете, если говорить про оригинал. Вам придется покупать весь недешевый рычаг в сборе. Но всегда существует возможность подобрать дубликаты хорошего качества и перепрессовать как шаровые, так и, собственно, сайленблоки. При осмотре автомобиля спереди также убедитесь, что на машине, которую вы собрались приобретать, не стучит и не люфтит рулевая рейка. Дело в том, что сама по себе рейка в данном случае электрическая. И, с одной стороны, это избавляет потенциального владельца подобного автомобиля от проблем с течами гидравлической жидкости, которых здесь, соответственно, быть не может. Но при всем при этом данная рейка весьма плохо переносит попадание внутрь влаги. И, к сожалению, подобное на этих машинах случается. Тем не менее, после попадания внутрь влаги вполне реально столкнуться с тем, что рулевая рейка начинает стучать. И, с большой долей вероятности, придется заниматься поиском контрактного варианта. Но, если с пыльниками все в порядке, то, с большой долей вероятности, данный узел на пробегах до 200 тысяч километров вас беспокоить не будет. Конечно же, традиционно при осмотре автомобиля снизу обращайте внимание на то, чтобы агрегаты у вас были сухими. Кстати сказать, особенно это относится к двигателям АЗ-серии, которые на автомобилях ранних лет выпуска вполне еще могли иметь болты головки блока цилиндров с короткой резьбой, которые при перегреве могли быть и вытянуты, что, соответственно, повлечет за собой демонтаж головки блока цилиндров и весьма недешевый ремонт. Так что, если при осмотре подобного автомобиля с дорестайлинговым мотором 1АЗ-ФСЕ вы наблюдаете течь масла между головкой блока цилиндров и самим блоком, то от покупки подобного автомобиля лучше будет отказаться. Что касается задней подвески Изиса, то здесь у нас схема предельно простая. Используется балка, и единственное, что в задней подвеске, по большому счету, кроме амортизаторов и пружин, может потребовать внимания, это цилиндблоки этой самой балки. Как правило, на пробегах после 150 тысяч километров они покрыты трещинами, но при этом какого-либо влияния на поведение автомобиля они особо не оказывают. И если вы поменяете потрескавшиеся цилиндблоки на новые, то с большой долей вероятности через какое-то время вы обнаружите, что помененные вами цилиндблоки обрели все тот же первозданный вид, а поведение автомобиля никак не изменилось. А вот ресурс пружин и амортизаторов, если говорить про оригинальные родные компоненты, на Тойоте Айсис весьма и весьма немаленький. Все это дело способно отработать, конечно, с поправкой на потерю некоторой доли эффективности в течение времени, порядка 200-220 тысяч километров, прежде чем вам придется менять амортизаторы по причине того, что они потекли или застучали. Ну а теперь подведем итоги. Тойота Айсис это действительно очень интересное предложение на вторичном рынке, если вы смотрите полноценный семиместный автомобиль для дома для семьи. У этой машины, за исключением единственной слабости по части задней левой арки, все в порядке с коррозионной стойкостью кузова. В нем много места, а широкие возможности трансформации салона позволяют оптимизировать внутреннее пространство наилучшим образом. Здесь неплохой клиренс, а также возможность приобрести подобную машину с полным приводом, если в регионе вашего проживания это действительно принципиально. Ну а что касается двигателей, то просто выбирать подобный автомобиль нужно с открытыми глазами. И в случае чего не постесняться прогнать машину через диагностику. Ну а в том, что касается компонентов подвески, то если вам повезет и вы найдете подобный автомобиль либо с маленьким пробегом, либо в варианте, где предыдущий хозяин основательно перетряхнул все компоненты ходовой части, то ее ресурса вам должно хватить еще на долгое время. В остальном, не налоговый в любом из вариантов, очень экономичный и с интересной внешностью семейный минивэр. На сегодня это все. Если обзор понравился, оказался полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и указывайте в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы в свою очередь будем стараться их для вас раздобыть и отснять. Кроме того, если у вас был или есть Toyota Isis и вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, соответственно, вам есть в чем нас дополнить или в чем нас поправить, также указывайте в комментариях, ведь людям, которые рассматривают подобный автомобиль для себя, именно ваш комментарий может помочь сделать правильный выбор. Спасибо за просмотр и хорошего дня. Пока! Пока!